Девушки отдыхают Девушки отдыхают Несколько лет назад После лингвистической экспертизы было возбуждено Два уголовных дела за оскорбление Чувств верующих и экстремизм Максимальный срок, который грозит девушке 5 лет заключения Ранее она подписала признание, но по ее словам Сделала это под давлением Теперь же Мария намерена отказаться От признательных показаний, чтобы Дело рассматривалось в обычном порядке На Алтае это уже не первое подобное Судебное заседание в 2016 За изображение в соцсети Жительница Бурнаула получила условный срок В 2017 год Условно получил молодой человек из села Михайловское Яровое вошло в десятку Самых популярных российских курортов А уникальный алтайский корабль Атаман Ермак выставлен на продажу Подробности этих и других новостей В традиционном обзоре изданий Сибирской медиагруппы Родители учеников кадетской школы номер 2 Рубцовска Жалуются на разрушающиеся здания И бездействие властей Как пишет Политсибру Состояние школы ухудшается с каждым годом По словам родителей Участки, куда может упасть штукатурка со стен Не огорожены и могут быть опасными для детей Как реагируют власти, читайте на Политсибру Уникальный алтайский строк Атаман Ермак Продают почти за 4 миллиона рублей В объявлении говорится, что корабль Ручной работы, днище сделано из лиственницы Борта из сосны, внутренние детали из кедра Колоритный корабль ходил в большой поход по Сибири По местам сражений легендарного атамана А в 2019 году хотел совершить Кругосветное путешествие На палубе есть даже две пушки, заряженные порохом Почему владелец решил продать Струк, остается загадкой Яровое вошло в десятку популярных курортов России Аналитики агентства Турстат Отобрали места, где отдохнуло в этом году Больше всего туристов И выяснилось, что на Алтайском море Из-за лечебных свойств воды и грязи Спрос даже превысил предложение В десятку вошли также Анапа, Сочи, Ялта, Феодосия, Светлогорск, Ейск, Алушта, Евпатория и Геленджик Евгения Даровская, наши новости Серьезное ДТП произошло минувшей ночью В центре Барнаула водитель Митсубиши Находясь в нетрезвом состоянии пытался скрыться от экипажа ДПС Не справившись с управлением на большой скорости Легковушка протаранила сразу несколько автомобилей На пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова Удар был настолько сильным, что машина разбросала на десятки метров Оставив повсюду битое стекло и детали от кузова В результате ДТП пострадали две девушки и мужчина, который пытался уйти от преследования Виновника происшествия, у которого, к слову, не оказалось при себе документов Госпитализировали с травмой головы Его пассажира доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств Девушкам, чьи машины также пострадали в ДТП, госпитализация не потребовалась 50 спортивных школьных залов планируют отремонтировать в Крае до сентября следующего года Старт программы объявил в Рио губернатор Виктор Томенко Ждет капитального ремонта, причем в самое ближайшее время и сооружение в селе Озерки Тальменского района Там зал настолько устарел, что ученики, по мнению родителей и педагогов, рискуют получить различные травмы Кирилл Политов увидел, в каких условиях воспитывают будущих чемпионов Мы освежим, конечно, перед приемкой школы, перед началом учебного года будет все сделано Все это доведено, но сейчас пока средств много не хватает Именно здесь сделал первые маленькие шаги в большой спорт известный хоккеист Алексей Черепанов С тех пор, за три десятка лет, здесь мало что изменилось Он пошел в школу у нас в селе, здесь он родился, здесь Алексей Черепанов занимался Все азы спортивные, с помощью у него папа тренером работал здесь в школе Такие залы есть далеко не в каждой школе края Дело в объемах, здесь почти тысяча квадратных метров Десятиметровые потолки позволяют тренироваться различным игровым командам Например, волейбольная, где как раз нужна такая высота Ученики жалуются на покрытие, которое скорее напоминает решето Конечно поменял, когда падаешь, можно пальцы сломать, поломать Ну, попадешься в какую-то дырку и все О таких травмах и многих других теперь ученики забудут надолго Преподаватели забудут о бесконечных латанях кровли Любой дождь превращал стены в русло, по которым бежали ручьи Отсюда плесень, грибок, отлетела штукатурка Как заявил Виктор Томенко, этот объект важен не только для села, но и всего района По Озерской школе мы средства уже выделили Порядка 10 миллионов, немного меньше Там софинансирование муниципалитета предусматривается И школу, вернее спортивный зал, который при школе И на самом деле, который работает, конечно, на все село И очень достойно выглядит с точки зрения параметров своих Конечно, за два месяца можно будет и нужно будет привести в порядок Привести в порядок необходимо еще 49 подобных сооружений Старт уже дан, финиш 1 сентября будущего года А вот играть в волейбол в новом зале Озерок можно будет уже в ноябре Именно тогда здесь планируют завершить ремонт Кирилл Политов, Александр Антропов, наши новости Барнаульский орнитолог Алексей Эбель Обнаружил в ленточном бару, близко к городской черте Гнездо краснокнижного черного аиста А наши корреспонденты стали свидетелями того, как птенцы Этой редкой птицы впервые встали на крыло Съемочной группе удалось также запечатлеть уникальные кадры Как самка аиста кормит птенцов По словам Алексея Эбеля, получить такие кадры Особенно с близкого расстояния, меньше 20 метров Большая удача В отличие от своего белого родственника, черный аист крайне осторожен и пуглив Самка может сутками не приближаться к гнезду, если рядом находится человек Ученый пояснил, надо быть очень осторожным, чтобы стать свидетелем такого явления Если не ходить у гнезда, не орать, руками не махать, ничего резкого не делать, постепенно их приучать То есть они достаточно быстро привыкают и вполне естественно себя ведут Затем птенцы совершили один из своих первых полетов Алексей Эбель отмечают, у пернатых осталось не больше двух месяцев, чтобы научиться лесать и охотиться Осенью они отправятся на зимовку, предположительно на Ближний Восток В окрестностях Барнаула сегодня известны 11 гнезд В них обитают 14 взрослых птиц и 23 птенца Отметим, что главная задача ученых и волонтеров проследить, чтобы гнездам не нанесли вред Зачастую участки гнездования попадают под вырубки Подробный рассказ о нашей фото и видео охоте на краснокнижных птиц смотрите в вечернем выпуске В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании Валар А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Валар Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга Качество гарантировано международным стандартом GMP Глицин Форте Валар, почувствуйте разницу В крае переменная облачность без осадков Температура в Славгороде, Яровом и Изминогорске 24 22 в Бийске, Белокурихе и Камни-Наби В Арнауле переменная облачность Ветер юго-западный умеренный и до 22 тепла К этому часу у меня все новости Полная картина дня в вечернем выпуске До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин